Крутить или не крутить, вот тот самый животрепещущий вопрос, который беспокоит всех игроков в Genshin Impact. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. В сегодняшнем видео мы с тобой обсудим текущую ситуацию, которая ожидает нас в патче 2.4. В частности, нас интересует вопрос реранов. За время действия обновления 2.4 нас ожидает 2 пака баннеров. Первый пак баннеров это наши Шаньхэ плюс Сяо, а второй это Коза плюс Дед. И у многих игроков возникает вопрос, блин, я хочу выбить их всех, но кого же выбить будет все-таки более профитно для моего аккаунта. Поэтому давай я постараюсь тебе описать именно свое личное мнение по поводу каждого из этих персонажей, а уже потом ты будешь принимать окончательное решение. В самом начале, конечно же, стоит сказать то, что если ты симпишь определенного персонажа, то даже можешь не дослушивать этот ролик до конца, потому что действительно переубедить тебя будет невозможно. Любишь Сяо? Выбивай его, не слушай никого. Любишь Козу? Выбивай Козу. Любишь Деда? Выбивай Деда. Поэтому тут действительно нет никакой причины не выбивать какого-то конкретного персонажа, если он тебе просто нравится внешне. Игра Геншин Импакт это игра про вайфу гейминг, здесь нет сложного контента, который требует от тебя прям каких-то сильных вложений. Ты спокойно можешь играть абсолютно на ком угодно, да, возможно, ты потратишь больше времени на его прокачку, на выбивание артов, но в совокупности так или иначе все они могут дамажить. Поэтому если вайфу гейминг, то выбираем того персонажа, который нам нравится и все. Дальше давай смотреть по парам. Первая пара Шаньхэ плюс Сяо. Шаньхэ. По настоящей информации, которую мы обладаем, эта девочка в принципе является крио-саппортом. Да, она при помощи своего ультимейта может срезать физ сопротивление, но боже мой, давайте признаемся, что в настоящий момент физа, кроме как Эолой, никем не реализуется более-менее нормально. Да и Эолой она реализуется, ну, как бы да, но как бы нет. Поэтому получается Шаньхэ это крио-саппорт. Какие у нас есть хорошие крио-персонажи? В принципе, это Коза и Аяка. Под этих двух персонажей, в принципе, вроде бы как, она работает неплохо. Но, с другой стороны, у нас как бы уже все сетапы с Козой и с Аякой заняты. Тут именно нужно будет смотреть на цифры, которые будут уже на релизе. Пока что прям точно сказать невозможно, но именно эта девочка нужна только вот для Козы и для Аяки. Если этих двух персонажей у тебя нет, то, скорее всего, более выгодно будет пропустить Шаньхэ, к сожалению. Что касается Сяо. Сяо это тот мальчик, которого ожидают и симпуют абсолютно все, что мальчики, что девочки. Несмотря на это, Сяо достаточно спорный персонаж. Да, он может выказывать и показывать огромные цифры урона при правильной сборке. Но, чтобы эту сборку сделать, тебе потребуется огромное количество ресурсов и прям специальные отряды, которые позволят тебе реализовать все скрытые механики этого Сяо. Готов ли ты работать на Сяо большое количество времени? Задай себе вопрос. И к тому же, по итогу, возможно, у тебя не получится прям его собрать. Потому что он реально требует нефритовый коршун, он требует отряд с заливкой энергии ему, чтобы он постоянно находился в ульте. Там еще он постоянно просаживается, и за счет этого надо смотреть за хп. Очень достаточно много условий, которые действительно нужно выполнять, чтобы хоть как-то реализовываться. Но, по итогу, да, действительно, он может выполнять роль мейнкерри и выполняет ее крайне хорошо. Поэтому, если спрашивать Шаньхэ или же Сяо, то, скорее всего, в настоящий момент более выгодным, особенно для новичков, будет Сяо. Но готовьтесь к тому, что если выбираете Сяо, то вы достаточно большое количество времени потратите на его прокачку. Второй пак баннеров, который нас ожидает, это Коза плюс Дед. Вот тут вот прям очень-очень сложно. Коза — это ультимативный персонаж, который может одновременно как находиться на роли мейнкерри, так и находиться в позиции реактора. В мейнкерри Коза просто использует все обилки, использует заряженные атаки, собирается через ансамбль, через крио-сет, как тебе более удобно. Коза берется там в саппорт ей Сянка, либо же Мона, то есть все, что угодно. Коза просто берет и стреляет заряженными атаками, наносит огромное количество урона, то, что вы даже просто не можете себе представить. Играется очень просто, дамажно, и поэтому действительно это именно под вайфу гейминг самое то, что нужно. Единственная проблема — то, что если вы играете с мобильных телефонов, то там с заряженными атаками на лучниках немножечко трудновато играть, но если приловчиться, все равно можно. Плюс к тому же, как я и сказал выше, она неплохо играет и из кармана за счет своего ультимейта, который достаточно дешевый, который дамажит много и очень долго находится на поле боя. Поэтому, если вдруг ты уже устал от Керри Козы и хочешь посмотреть ее как саппорта, то она тоже спокойненько перестраивается и начинает заливать огромное количество энергии другим крио-персонажам, и плюс постоянно сетапит крио-статус на всех противников. Идеальная девочка, что тут можно придумать. Плюс еще у нее рога есть. Я симпую Козу, извините, пожалуйста, это просто прекрасная вещь, прекрасная девочка. Но рядом находится у нас еще и Дед, который является ультимативным саппортом. Да, щит Деда это самый огромный и пухлый щит, который невозможно пробить. Плюс к тому же, дополнительные пассивки от этого щита, которые срезают защиту у всех персонажей вокруг него, которые бафают самого Деда на урон от ХП. Поэтому можно тупо билдить в огромные щиты самого Деда. Можно билдить его в саппорта, который периодически свитчишься на него, дает ультимейт и наносит огромное количество урона, потому что комета там жбыхает, мама не горюй. Можно в пульсирующего Деда собирать при желании, чтобы урон от его колонн был. Поэтому Дед это тоже тот персонаж, который просто москвевно нужен абсолютно всем. С ним контент проходится гораздо проще и гораздо без проблем, особенно в Витой Бездне. Хотя в Витой Бездне сейчас появились волки, которым абсолютно пофиг на наличие у тебя щита, но волки не вечны, когда-то им придет замена. Поэтому, в совокупности, какое мнение по поводу Козы и по поводу Деда? Коза более приятна, скорее всего, будет новичкам, потому что если у вас нету основных керри, то она именно на эту роль станет замечательно. А Выбор Деда это выбор старичков, у которых уже более-менее собраны основные отряды и им нужно их улучшить. Дед это действительно тот персонаж, который сможет вам помочь. А теперь самое интересное. Вот у тебя есть 4 баннера и куда же тебе лучше тратиться примагемы. Если ты новичок, то я бы скипнул первую половину баннеров. То есть Шаньхэ и Сяо это слишком спорные персонажи, которые действительно требуют очень больших вложений. И если ты вот прям вот только вот месяц-два назад начал играть Геншин Импакт, то Коза это твой выбор. Вот просто вот прости то, что я симпую Козу, но действительно Коза это то, что нужно. Если там у тебя уже есть более-менее 2 собранных отряда, то ты выбираешь Деда. Дед просто тебе прикольно апнет выживаемость и все у тебя будет хорошо. Если у тебя уже все, Дед Коза есть, переходим на скорее всего Сяо или же на Шаньхэ. Тут уже будем смотреть по характеристикам Шаньхэ, потому что Сяо позволит тебе почувствовать новый стиль геймплея, чтобы ты разнообразил свою игру, а Шаньхэ просто еще апнет твой урон от твоей Козы, если она есть. Поэтому получается первая часть обновления скипается, вторая часть выбирается уже более конкретно. Это сугубо мое мнение, но не стоит забывать, в самом конце конечно же про это скажу, то что в первой половине в баннерах у нас будет Юн Цзинь. Вот эта девочка уже требует вашего внимания, потому что она обладает уникальной способностью, которая апает обычные атаки. Есть некоторые персонажи, которые сейчас очень сильно зависят от базовых атак. Та же самая Йоймия, которая сейчас лежит забытой. И возможно за счет Юн Цзинь Йоймия сможет заиграть с новыми красками. Поэтому хотя бы для коллекции первые баннеры надо парочку раз покрутить, чтобы получить ее себе. Но в любом случае тут надо будет ждать именно более нормальной информации, когда нам их потестируют. И уже минмаксеры скажут, стоит это и того не стоит. Поэтому вот такое вот мое мнение по поводу всех четырех баннеров, которые ожидают нас версии 2.4. Обязательно напиши в комментариях, кого ты будешь выбивать. И 5 января, само собой, на своем день рождения будем выбивать либо же с Шаньхэ, либо же с Сяо. Записаться на выбивание можно уже в нашем Дискорде. Там есть специальная графа, запись на стрим, либо же запись на отдельное видео, если у тебя 150-200-300 примагемов. Точнее благословение, точнее молитв уже собралось. Если ты хочешь попасть на отдельный ролик, то там можно записаться. Либо же написать мне в личку. Тут уже будем решать по ситуации. А вот так вот, что же ты будешь выбивать, зависит только от тебя. Большое спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»